Друзья, добрый день. Я люблю Volkswagen. И я думаю, это совершенно не новость для вас. И совершенно стандартный комментарий для моего же канала это то, что Vag говно. Потому что разваливается, потому что технически сложно и любые запчасти стоят дорого. Вот не то, что моя девяточка за 500 рублей можно целую машину поменять. И да, это серьезные доводы, которые можно ставить в претензию моему любимому бренду. Но что, если я вам скажу, что в истории Volkswagen существуют куда более темные пятна? Что, если я вам скажу, что этот бренд, эта компания началась с великого и полноценного обмана всей немецкой нации? Что, если я вам скажу, что ложь и воровство сопутствовало этой компании с самых первых дней ее существования? И что, если я вам скажу, что с брендом Volkswagen хоть и косвенно, но связаны тысячи и тысячи людских смертей? А также из этого ролика вы узнаете, каким образом самый успешный и огромный концерн современности мог бы быть британским. И вообще, при чем тут Ford? Добро пожаловать на новый формат на моем канале, в котором я буду разбирать самые интересные и противоречивые моменты в истории автомобильных компаний. И чтобы вы не подумали, что я тут кого-то пытаюсь сразу выглядеть, я решил в первой же серии начать со своего любимого концерна, с Volkswagen. И хочу вам рассказать сегодня моменты истории этого бренда, о которых сам Volkswagen вспоминать не любит. И так как это новый формат, он очень сильно зависит от вашей поддержки. Поэтому, если вам этот ролик понравится, если он вам покажется интересным, то обязательно проимите активность, поставьте лайк, напишите комментарии. А самое лучшее будет, если вы раскинете это по своим соцсетям, покажете друзьям, вон, смотрите, какую интересную штуку стасом снял. И если я вас смог заинтриговать, то вы можете спокойненько идти за чайком, делать бутербродик, присаживаться, потому что у нас впереди с вами долгий и обстоятельный, но при этом интересный разговор. Начать нужно вот с этого парня. Генри Форд. Не удивляйтесь, до Volkswagen мы еще доберемся, просто вам нужно навалить немножечко исторического контекста, чтобы вы понимали, что вообще происходит. Форд гениальный изобретатель, промышленник, предприниматель и так далее по списку. Вот эта вот книга у меня стоит дома и всем рекомендую посчитать, если осилите. Просто она довольно занудная. В первую очередь Форд стал известен тем, что первым поставил на конвейер сборку автомобиля. И все приписывают Форду изобретение метода конвейерной сборки как таково, но это не так. Конвейер существовал и до Форда, и его заслуга в том, что он смог поставить на конвейер именно технически сложную, нуждающуюся потом в обслуживании продукцию, автомобиль. То есть как бы конечный продукт состоял из кучи запчастей, которые нужно потом в процессе эксплуатации снимать, менять, обслуживать и так далее по списку. И вот такого до Форда вообще никто не делал. И главным продуктом его гения стал Форд Модел Т. Так называемый первый народный автомобиль. И на момент, когда эта тачка уже давным-давно стояла на конвейере, сборка одного Форда занимала 14 часов. 14 часов от кучи болтов и гаек до автомобиля. Мы вот там полгода на М-ке обвес пытаемся собрать, а тут вот автомобиль за 14 часов. И это еще при технической оснащенности 1908 года, когда у вас гаечный ключ прямой был чем-то из разряда нанотехнологий. Так вот, Бритчан в итоге получился очень дешев. На момент выпуска он стоил 800 долларов, что при средней стоимости автомобиля в то время в 1300-1500 долларов было довольно дешево. А потом, спустя 8 лет уже сборки, он стоил 350 долларов. Ну, потому что модель конвейера, она как бы со временем там окупается, там становится дешевле и бла-бла-бла и так далее по списку. Короче, это был самый первый именно народный и дешевый автомобиль. И за эти же самые 8 лет было продано 750 тысяч экземпляров. Чтобы вы понимали, Olds Mobile Carver Dash, тоже довольно популярный пепелас в это время, за 6 лет на конвейере был продан в количестве 19 тысяч экземпляров. Вот он, как бы, 750 тысяч за 8 лет и 19 за 6. Вот, собственно, в чем гений Форда и в чем гений Форда Model T. Мало того, что Форд был, ну, гениальным промышленником, изобретателем и так далее, он был еще довольно видным политическим деятелем. И он постоянно писал какие-то свои мысли, выпускал книги, у него была, собственно, своя газета, и они там вот печатали всякую продукцию. Одним из таких трудов был The International Jew, международное еврейство по-русски. Это книга, которая построена, по сути, на протоколе сионских мудрецов. А этот документ, это теория заговора, которая описывала планы евреев по поводу порабощения всего мира, глобального превосходства, там, порабощения христиан и так далее по списку. На всякий случай я все еще помню, что мы тут с вами разговариваем про автомобили, потерпите немного, к ним мы еще вернемся. Так вот, этот документ, протокол сионских мудрецов, оказался обычным фейком, что не мешало абсолютно всем антисемитам мира принять его за чистую правду и начать орать на каждом углу, что евреи это зло и с ними нужно что-то делать. Так вот, Форд был одним из этих ребят. Он тоже так же во все это дело свято верил и он даже спонсировал детективное агентство, которое втайне вело слежку за всеми видными евреями и за людьми, которые могут оказаться, если что, евреями. Но в итоге вся эта антисемитская деятельность Форда закончилась тем, что он, как бы, свою теорию доказать никому не смог, заплатил огромные штрафы и издержки на суды, которые велись с ним и на него действительно очень много людей подали в суд, что типа, ну как ты можешь нести такую чушь. И в 1927 году он публично отказался от своих взглядов, принес извинения и пообещал изъять всю свою литературу и труды, которые он там против евреев натворил. Но на свете существовал еще один человек, который точно так же мечтал создать народный автомобиль и еще больше ненавидел евреев. Это Адольф Гитлер. Форд был его кумиром. В кабинете у Гитлера висел огроменный портрет Форда. Да, во всех интервью и в своей книжке «Моя борьба» он использовал выдержки из труд Форда. Книга International Jew была переведена на немецкий язык практически сразу после публикации и очень активно использовалась в пропагандистских целях для немецкой молодежи, у которой Форд точно так же был кумиром. В этом моменте мне нужно привести цитату. В интервью газете Chicago Tribune 8 марта 1923 года Гитлер заявлял «Мы считаем Генри Форда лидером движения фашистов, набирающего силу в Америке. Мы восхищены его антисемитской политикой и она вполне совпадает с платформой баварских фашистов». Вот в этот момент владельцы фокусов сейчас такие «Чего происходит?» И само собой, так как Гитлер боготворил Форда, он хотел повторить его достижения, создать народный автомобиль, но только уже для немецкой нации. И тут надо сказать, что политик, который на серьезных щах, которым можно было верить, мог обещать народу, что вот скоро у вас будет свой личный автомобиль, приобретал просто огроменный политический актив. В 20-е и 30-е годы личный автомобиль был просто несбыточной мечтой, и это был очень грамотный ход с точки зрения установления контроля над населением. Разработку автомобиля поручили вот этому парню, Фердинанд Порше. Задача стояла следующая. Нужно было создать автомобиль, который мог спокойно ехать 90-100 по автобану, чтобы в него влезало 5 человек, двое взрослых и трое детей, типичная немецкая семья на тот момент, и чтобы все это хозяйство стоило 990 рейхсмарок. Перевести на доллары на то время примерно 400 долларов. И тут нужно понимать, что ключевое отличие Жука от Model T было тем, что Model T это бизнес-продукт, а Жук это социальный проект. И отсюда мы получаем, что как бы в целом на технические составляющие, на то, какой там должен был быть мотор, управляемость, вот это все было строго положить. Так как это чисто социальный проект, это социальная политическая идея. А не автомобиль. И на самом деле, его никто выпускать вообще не собирался. Но об этом я расскажу чуть позже, а для начала давайте вернемся к Porsche. У Porsche отсутствовал самый главный ресурс, это время на разработку. Создать дешевый автомобиль намного сложнее, чем дорогой, потому что вам нужно придумать конструкцию, которая будет жизнеспособной, но при этом простой, надежной, ремонтопригодной, чтобы в ней было минимальное количество запчастей. И все это хозяйство поставить на конвейер, и чтобы все это вместе было достойно того, чтобы называться мечтой немецкого народа. Да еще и стоит 400 долларов. И хотя от Фердинанда никто не требовал, чтобы автомобиль был совершенно техническим гением, Porsche посредственности не делал никогда. И получился действительно гениальный совершенно автомобиль. Он производился с 1938 года по 2003. Ну, по 2003. Всего было выпущено 21,5 миллион автомобилей. У него был литровый оппозитник сзади. Заднемоторная компоновка. Ну, короче, это был, блин, настоящий Porsche. У него была совершенно сумасшедшая управляемость для своего класса. И это первый автомобиль такого серийного масштаба, в котором присутствует слово аэродинамика. Это был первый аэродинамичный автомобиль. И к тому же сломать его было категорически невозможно. Именно поэтому он пользовался спросом до 2003 года. Его реально собирали в Бразилии. И в Бразилии есть там шуки, выпущенные в 2003 году. Которые в 30-х изобретены были вообще. И этот автомобиль, по сути, положил начало эпохи настоящих немецких автомобилей, которые по своим технологиям, надежности и внешнему виду были просто недосягаемы для всех остальных автомобильных концернов мира. И в этот момент всем фанатам Volkswagen можно сейчас встать и поаплодировать, что вот Porsche гений создал самый популярный и прорывной технологичный автомобиль этого времени. К тому же и самый узнаваемый еще потыкать в Toyota Club, что вот, смотрите, учитесь как нужно. Но Porsche жука украл. Ну, не целиком и полностью, естественно, а по частям. В 1931 году Porsche представил свой прототип Porsche Type 12. А в 1932 уже появились первые, собственно, досерийные образцы. На одном из них, кстати, Джеймс Мэй катался в своей документалке. Вот посвященный народным автомобилям. И если вы вдруг не смотрели это, то обязательно посмотрите. Очень интересная штука. Но почему-то он там не рассказал, что за год, до того, как появились первые прототипы Porsche, Ганс Ледвинка в Чехословакии создал прототип Татра V570, который потом превратился в послевоенный автомобиль Татра Type 97. Ганс Ледвинка это австрийский автомобильный дизайнер, который в то время возглавлял дизайн-студию, собственно, чехословацкой компании Татра, которая производила автомобили. И вы там сейчас можете, Татра? Порше? Ты чё, там вообще упоролся, что ли? А я говорю, да, не упоролся. А Порше действительно спёр идею и дизайн у Татры. Порше очень много путешествовал в то время по автомобильным заводам, и даже в СССР он был на танковых и авиационных заводах. И его, кстати, даже пытались заманить к нам, чтобы он у нас тут налаживал производство, но чё-то как-то они там договорились между собой. И в Чехословакии, на заводе Татры, Порше был довольно часто. И нужно сказать, что вот этот вот прототип Татра V570, это первый в истории автомобиль, который создан с намёком на аэродинамику. Не Жук, как многие считают, а именно Татра. Её дизайн был совершенно просто отвал башки в то время. И естественно, когда Жук уже готовился к выпуску в 1937 году, Татра подала в суд на Порше и на Фольксваген, на Германию. В принципе, типа, с тем, что вот Порше утащил у них 10 патентов. И Порше при этом даже не сильно сопротивлялся этому. Он сразу сказал, что типа, да, пацаны, я вот немножечко тут у Людвинки подрезал. Но чё страшного-то? Ну подумаешь, господи, с кем не бывает. Но тут в дело вмешался Гитлер. Что? Суд завоевать! И в 1938 году, через год, Чехословакия была завоёвана. И суд прекратился. Всё, решили проблему, пацаны. Но уже потом, в послевоенные годы, в 1967 году, когда давно уже умер Порше, Фольксвагену пришлось заплатить 3 миллиона марок в качестве компенсации за то, что, ну, они действительно украли 10 патентов у Татры. Но после войны выплачивать компенсации Фольксвагену пришлось не только Чехословакии, а также и обычным рядовым жителям Германии. С чего бы вдруг? Спросите вы. Наверное же спросите. Так вот, а я вам отвечу. Дело в том, что изначальное имя автомобиля – КДФ Ваген. Там, Кафер, Битл, Жук, Фольксваген Тайп 1, вот это всё, это уже было в послевоенные годы. А изначально этот автомобиль назывался КДФ Ваген. КДФ расшифровывается вот так. Я не умею по-немецки читать, но переводится это как «сила через радость». По сути, это министерство, которое занималось досугом населения и созданием идеального образа жизни немецкой нации. Они занимались тем, что организовывали мероприятия, концерты, строили санатории, огромные круизные лайнеры, парки, которые улучшались каждые 10 лет и так далее. И в их зоне ответственности точно так же был проект КДФ Ваген, который являлся, ну, просто кирпичиком или вот одним из элементов идеальной жизни нацистской семьи. В рекламных роликах и пропаганде рисовались беспечные каникулы, в которых немецкая семья могла сесть в свой КДФ Ваген и по автобану уехать на свой КДФ курорт и покататься на КДФ лайнере. Последних у этих ребят была целая флотилия, и флагманом у неё была вот эта корыта. Этот 10-палубный лайнер был одним из самых крупных пассажирских судов на момент постройки. А в обычные будние дни семьи и население могли развлекаться на бесчисленных мероприятиях, которые организовывал КДФ. На всё это, естественно, нужны были деньги, которые собирались с населения. И личный автомобиль хоть и был несбыточной мечтой, идеалом и так далее по списку, он всё-таки не был обязательным атрибутом. Поэтому для того, чтобы его продать людям, КДФ развернул просто огромную, гигантскую рекламную кампанию. Тоннами производилась рекламная продукция. Ну, вот по сути, по современному мерчу. Производились, типа, настольные игры, всякие игрушки, плакаты, открытки. Как только появились первые предсерийные образцы, их тут же сразу выдали политической элите, они на всех парадах и общих мероприятиях на них катались. И даже сам Гитлер в своих речах постоянно людям напоминал, что вот-вот, скоро вот-вот сейчас вы получите уже свой личный семейный автомобиль. И последним железобетонным аргументом была система покупки. Как я уже говорил выше, задача стояла вписать автомобиль в 990 рейхсмарок. И средняя заработная плата семьи в месяц тогда была где-то 120-130 марок. И так как на начало проектирования автомобиля ещё не было даже завода, на котором он должен был в теории собираться, то правительство предложило следующий вариант. Всем желающим приобрести автомобиль выдавались вот такие вот шпаркарты. Изберегательные книжки. Под лозунгом, что 5 марок в неделю ты должен отложить, чтобы личный автомобиль получить. Каждую неделю люди должны были покупать специальные марки за 5, собственно, рейхсмарок и клеить их, соответственно, в эту сберкнижку. И так неделя за неделей у них собиралась вот целая некая сумма. При всём при этом, если вы пропускали хотя бы один платёж, все предыдущие автоматически сгорали. И вот в тот момент, когда человек таким макаром набирал на своём счёте 990 рейхсмарок, он имел право претендовать на автомобиль, который мы тут же должны были выдать. 5 марок в неделю на свой личный автомобиль было просто шикарным предложением для семей и суперстабильным способом пополнения казны для государства. И, естественно, как только это было объявлено людям, обычные рабочие семьи сразу же ринулись отдавать свои деньги на эти шпаркарты иномарки. По примерным данным, в эту историю вписалось 350 тысяч немецких семей только на старте проекта. Естественно, сразу же началось строительство завода Volkswagen. Одного из первых, который, кстати говоря, до сих пор существует. И в 1938 году, собственно, состоялось его открытие. И к этому открытию народ всё активней и активней нёс деньги в казну, чтобы получить свои заветные KDF-ваген. Но этого не случилось. Никто не получил ни одного автомобиля. Вообще никто. Всё, что было создано, это несколько предсерийных образцов, которые, собственно, постоянно на всех парадах показывали публике, что вот-вот-вот-вот-вот, сейчас вот-вот уже будет вам автомобиль. Все деньги, в том числе и завод Volkswagen, нужен был Гитлеру для другого. Война. Огромный завод стал огромным же узлом военной машины Гитлера. И вся конструкция Жука, если хотите его платформа, была адаптирована к тому, чтобы на базе выпускались военные автомобили Kubelwagen, он же Volkswagen Type 82. И прежде чем стать самым массовым автомобилем в истории людей, Жук стал самым массовым военным автомобилем на сыске Германии. Всего Kubelwagen имел около 30 модификаций. Там был и открытый кузов, и закрытый кузов, и штабные модификации, и даже амфибии. И помимо того, что вместо мирного, симпатичного и такого милого автомобильчика Volkswagen Жук, вот на этом заводе выпускались военные автомобили, на него еще постоянно стягивали военнопленных. И по сути, они в рабских условиях труда собирали самое главное оружие Гитлера, ракету V-1. Название расшифровалось как Орудие возмездия. И самая главная ее фича была в том, что она была с дистанционным управлением. И было практически невозможно засечь место, откуда вылетела ракета, и самое главное, невозможно было понять, куда она приземлится. И это оружие могло действительно очень серьезно повлиять на ход войны, но союзники в носу не ковырялись, и, собственно, быстро просекли, где производятся все эти ракеты, и разбомбили все к чертям. Серьезно досталось только Лондону. Ну, потому что недалеко находился. На территорию Лондона упало где-то две с половиной тысячи этих ракет, а в принципе в территорию Англии было выпущено порядка десяти тысяч. Все мы с вами знаем, чем закончилась Вторая мировая война. И по итогу этой войны завод Volkswagen лежал в руинах. Ни о каком производстве жука и какого-то народного автомобиля и общемирового автомобиля не могло быть и речи. Эти остатки завода достались британцам, и, честно говоря, они понятия не имели, что с ними делать вообще. Но по какому-то магическому стечению обстоятельств на этом заводе, который лежал в руинах, остались чертежи и несколько прототипов, немного покореженных, но, тем не менее, они остались живыми. И их нашли, собственно, британцы. И после они решили их, ну, как-то немного привести в себя и показать британским же военным. Военные оценили конструкцию, потому что то, что изначально заложил Порше в этот автомобиль, эта надежность и ремонтопригодность, была очень востребована в армии. И первый заказ, который прилетел, собственно, на завод Volkswagen, был от британской армии. Нужно было выпустить 20 тысяч жуков. Началось титанически трудное восстановление завода. И уже к 47-му году на него начали потихоньку поступать заказы с других стран. И в этот момент британцами и американцами была допущена самая тупейшая просто ошибка в истории автомобилестроения. Как только завод был поставлен на ноги, ну, на хоть какие-то кривенькие, косонькие, но там, тем не менее, поставлен, начался хоть какой-то выпуск, они пытались в качестве военной репарации пытались его кому-то предлагать, короче, всем подряд, что заберите, пожалуйста. Нам вот не надо. Может быть, хоть как-то вот за долги немножко заберете. И не американские, не британские компании автомобильные все сказали, что да, говно какое-то, не надо вообще. Форд, ну, в смысле, владелец Форда на тот момент, руководитель Форда, сказал, что весь этот завод яйца выеденного не стоит. И вот этот вот не стоящий выеденного яйца завод и концерн сейчас является самым крупным и прибыльным концерном в мире. На 2018 год годовой оборот Фольксвагена является 260 миллиардов долларов, в то время как у этого великолепного и всемогущего Форда всего лишь 170. И если бы не глупость руководителей Форда, вот это все вместе могло бы быть одним концерном. И мы бы с вами могли наблюдать очень забавную историю, потому что изначально предприятие, которое вдохновило Гитлера на создание народного автомобиля, владело бы потом итогами его деятельности. Но история со слагательного наклонения не терпит. И в 1949 году, собственно, так как никому этот завод был нафиг не нужен, британцы решили отдать его обратно в ФРГ. К этому моменту заводом примерно полтора года уже руководил Генрих Нордхоф. Этот человек вместе со своей командой поднял завод из руин. И уже в 1961 году этот завод выпустил свой миллионный автомобиль. А в 1972 году, спустя 27 лет после окончания Второй мировой войны, выпуск Вольцвагена Битл побьет в объемах Ford Model T. И Вольцваген Жук станет самым продаваемым и успешным автомобилем на то время. Да и сейчас Королла, например, самая первая. Но у Короллы поколение фигова гора. А Битл, он как был изначально произведен, по сути, он таким же и оставался. Поэтому лично я считаю, что Битл это самый узнаваемый, самый крутой автомобиль. И уж точно у этого автомобиля одна из самых интересных судеб среди всех остальных моделей любых автомобильных концернов. Ну и таким образом мы с вами получаем, что да, действительно, история концерна началась с воровства и обмана. В первую очередь Чехословакии и Германии. И людей Германии, которые всем скопом скидывались на автомобиль, которые потом они в итоге не увидели. А большинство из них даже и не дожило, наверное, до того момента, когда Volkswagen Beetle собственно начал выпускаться, потому что война плюс Германию поделили на две части, на западный и восточный блок. И, кстати говоря, компенсацию Volkswagen выплатил только гражданам западной Германии. Восточная вообще ничего не получила. И Порше тоже при создании этого автовиля повел себя не лучшим образом. Но, тем не менее, по итогу-то сейчас мы имеем самый большой и успешный автомобильный концерн на нашей планете. И я действительно убежден и считаю, что Volkswagen сейчас сделает самые лучшие автомобили. Если мы будем говорить вообще полностью про весь Volkswagen Group. И да, это его история. И я захотел поделиться с вами. И вот сейчас очень важно, что вы думаете по этому поводу? Стоит ли снимать такие ролики? Интересно ли вам было? Знали ли вы вообще об этом или нет? Потому что я об этой ситуации знал практически с самого начала. Я очень много в свое время копался в историях, смотрел всякие документалки и прочее. Мне просто было интересно, каким образом создавались автомобили и каким образом они дошли до того, что мы видим сейчас. И я не побоюсь этого слова, что Volkswagen Juke это одна из икон. Это один из автомобилей, который в принципе, благодаря которому мы обязаны всем тем автомобилям, которые мы имеем сейчас. Потому что это один из первых народных автомобилей. И в случае с Ford Model T, который считают, собственно, самым первым настоящим народным автомобилем, я не уверен. Я не могу сказать однозначно, что вот Juke именно настоящий народный автомобиль или Ford Model T. Но как минимум, Juke именно задумывался как социальный проект. Несмотря на всю вот эту чернь. И все. Специально для тупоголовых скажу, что я не разделяю взглядов на сыске Германии, то, что мне нравится ВАГ, это я не вот это. Нет. Я не про это сейчас вообще вам тут рассказываю. Нет. Я люблю автомобили, которые вот есть сейчас. А то, что история, ну, она вот такая была и есть. И все. Ты ничего с этим не поделаешь. Juke все-таки задумывался изначально как социальный проект. Как автомобиль, который должен был быть народным. А Ford Model T это просто бизнес. И да, автомобильные концерны сейчас это просто бизнес. На самом деле, социальных проектов, ну, автомобилей, как социальных проектов, их было очень много. И на самом деле, история автомобилей офигеть какая многограммная. И поэтому, если вам этот формат понравился, то обязательно покажите его друзьям, поставьте лайк, напишите комментарий. Давайте сделаем так, чтобы мы с этим роликом вылезли в тренды. Если это случится, то мы тогда поймем, что действительно такой формат можно снимать. И у меня еще как минимум есть штучек 5-6 интересных идей для этого формата. Спасибо большое, что смотрели этот ролик. Мы на него потратили довольно много сил. Поэтому спасибо большое, что досмотрели его до конца. И увидимся в следующем видео. Пока. Надо, блин. Пока. А за это могут посадить? Нет. Нет? Ну ладно. У нас впереди с вами долгий и обстоятельный, но при этом интересный разговор. Пойдет? Вот это я из головы, а не по тексту. Потому что вот этот абзац, я знаю, все, вот тут нужно сказать вот это, и все, понюхуй. А по тексту получилось бы. И если я смог вас заинтриговать, то обязательно прямо сейчас ставьте лайк этому ролику, устраивайтесь поудобнее и давайте обо всем по порядку. Сука. Его заслуга была в том, что он первым поставил на конвейер технически сложную, то есть нуждающую в технической поддержке на протяжении всего срока эксплуатации продукцию. Автомобиль. Вот как это говно сказать по чел... В этом как бы и моя ценность, что я человеческим языком... Когда я пишу, я пишу ебаным языком, инженерным. У меня какое образование, я таким и пишу. Блин. Протокол сионских мудрецов. Ёп твою мать. В чём русскими написан. И само собой, так как Гитлер благо... Благодарил. Чтобы в этот автомобиль вмещалось два взрослых человека и три реб... Проблема с пальцами. И он даже был в СССР в 30-х годах на самолёта... На авиационных, блядь, самолёта... Самолёта строительных заводов, блядь. ГДФ расшифровывается как Краудурфройде. Фройде. Наверное, если я правильно говорю по-немецки, что переводится как Сила через радость. Крафт-дур-фройде. Фрой-дур. Я не знаю немецкого языка. Чё до... В рекламных роликах и пропаганде... Пропаганде... Ганде... Последних, кстати, у этих ребят была целая флотилия и... Как... Вильгельм... Гуслов. Последних, кстати, у этих ребят была целая флотилия и самым главным из них был лайнер Вильм... А в закадры пустишь. Последних у этих ребят была целая флотилия, флагманом у которой был Вильгельм... Вильгельм... Вильгельм. Последних, кстати, у этих ребят была целая флотилия, флагманом у которой был Вильгельм Густлов. Я не умею это говно произносить. А я скажу вот это корыто. Ты же подкинешь его, подкинешься. Притом, если ты хотя бы пропускал хотя бы один раз платеж, все предыдущие сгорали. И в тот момент, когда вот человек таким макаром собирал 990 марок, в смысле рейхсмарок, а не... Естественно, сразу же началось строительство завода в фольксваген. И в 1938 году... Что произошло? Открытие произошло, точно. Продолжение следует... Продолжение следует...